Я даже постараюсь, может быть, побыстрее, понимая, что все уже утомились и устали. Напоминаю тем, кто был с утра, и для тех, кто с утра не был, давайте посмотрим на этот слайд, что такое маркинг на этом слайде. Мы понимаем, что работать нужно по четырем направлениям. Привлекать клиентов, мы об этом говорили утром, правильно с ними работать, для этого нужен новый BITX24, удерживать клиентов и их возвращать. Вот мне на десерт достается вот эта тема удержания возвращения клиентов. О нем и о ней поговорим. Сразу же попытаюсь в голову вам вбить основные моменты. Если мы говорим про то, что мы хотим, чтобы клиенты от нас не уходили, есть пять инструментов, ну вот не пять тысяч, как в привлечении, всего лишь пять инструментов, с помощью которых вы можете решить этот вопрос. Удержание клиентов. Есть один способ, с помощью которого вы можете влюбить сотрудников в ваших клиентов, и есть четыре способа, с помощью которых вы можете влюбить клиентов в вашу компанию. Вот давайте о них и поговорим. Первый способ – это метод расчета стоимости клиентов на всю жизнь. Когда ты его делаешь, сотрудники, как правило, сразу же понимают, насколько ценен и наважен клиент для компании. Обычно в каждом клиенте, который к вам пришел, мы видим какую-то транзакцию. Сейчас подходит человек покупать книжки издательства Маннаманов и Фербер, и мы продаем ему книги на 500-600 рублей. Но наши сотрудники не видят в вас, как клиентах, вот эту сумму в 500-600 рублей. Мы видим стоимость клиента на всю жизнь, гораздо большую величину. Первый раз на эту тему написал Карл Сьюэлл, который написал совершенно потрясающую книгу. Немного у нас этих книг осталось. Если честно, я со сцены мало что продаю. Я просто хочу действительно сказать, если у вас есть желание, выскочите в коридор, зарезервируйте или купите книгу «Клиенты на всю жизнь». Это самая лучшая книга всех времен и народов. Я прочитал на сегодняшний момент уже больше 2100 книг, и когда меня спрашивают, какая у меня книга самая любимая, я обычно говорю, что книга номер два – это книга клиента на всю жизнь. Что написал Карл Сьюэлл? Он сказал, что любить клиентов нужно с выгодой для себя. Как понять эту выгоду? Карл Сьюэлл объяснил это в книжке, но если свести это просто к одной математической формуле, то она перед вами. Вам нужно сейчас вместе со мной проделать следующие расчеты. Вы должны сделать предположение, что к вам пришел клиент, и клиент у вас будет покупать X лет. Мы предположим, вы мужчина средних лет, который купил у нас сейчас книжку. Я думаю, что вы будете минимум покупать у нас 5 лет, максимум будете покупать лет 10. Второе. Сколько вы за год сделаете заказов? Я думаю, что вы будете заказывать от 10 книг и больше. Третье. Средняя стоимость заказа. Я тоже ее примерно понимаю. Перемножение трех этих цифр дает нам стоимость клиента на всю жизнь. Вот реальный расчет, который делал сотрудник издательства «Маноманов и Фербер». Идем по нижней кромке. То есть мы считаем по пессимистичному сценарию, что вы с нами будете 5 лет, что, соответственно, вы сделаете за год 20 заказов. Еще раз, это сплошной пессимизм, потому что, на самом деле, в прошлом году мы выпустили 298 книг, то есть практически каждый рабочий день мы выпускали книгу. И я считаю, что вы купите всего лишь 200, конечно, я пессимист. Средняя стоимость одного заказа 500 рублей. Я понимаю, что многие из вас купили книжки сегодня за 1000 рублей. Почему 500? Потому что мы продаем в том числе электронные книги. Электронные книги стоят, может быть, порой за 100 рублей мы можем продать электронную книгу. Потом в среднем появляется такая стоимость средней книги примерно 500 рублей. Соответственно, если мы посмотрим на перемножение трех этих цифр, средняя стоимость клиента всю жизнь дает нам 50 тысяч рублей. По старому доброму курсу это было примерно 1000 евро. Именно поэтому при входе в наш офис висит такая картинка, вот прям такая картинка, две 500-евровые купюры. И каждому новому сотруднику мы рассказываем историю о том, что стоимость клиента на всю жизнь у нас 1000 евро. То есть если вы продали хотя бы одному клиенту, хотя бы одну книгу, вы продали не на 500 рублей, вы продали на 1000 евро. Это сильно впечатляет. У нас бизнес копеечный по большому счету, вот это впечатляет очень сильно. Когда ты видишь в транзакции не 500 рублей, которые ты сейчас забрал у клиента, а 1000 евро. Я однажды работал с компанией Atlantem, это крупный автомобильный холдинг, и несколько, это было, по-моему, в 2012 году. Мы посчитали для них стоимость клиента на всю жизнь, у них получилось 312 тысяч долларов. Они тут же приняли решение стать самым клиент-ориентированным автомобильным холдингом в России. Но реально это действительно впечатляет. Поэтому сейчас я предлагаю сделать следующее. Я понимаю, что вы устали, но вот вы не пожалеете, если вы уйдете после моего выступления с расчетами стоимости клиента на всю жизнь именно для своего бизнеса. Возьмите калькуляторы, возьмите блокноты, которые вам с ручками Bittrex подарил, и попробуйте сейчас прикинуть. Три цифры. Сколько лет будет покупать у вас клиент, который к вам пришел, сколько за год он сделает в среднем заказов и средняя стоимость заказа. Обращаю ваше внимание, не маржа, не прибыль, а именно оборот мы считаем. Не нужно вашим сотрудникам считать маржу за вас. Мы считаем просто оборот. Давайте, посчитайте. Пока это вы считаете, расскажу вам историю. Я читал тренинг, ну, относительно недавно, год назад в Воронеже, и там слушатель на первом ряду вдруг встал, когда посчитал стоимость клиента на всю жизнь, и пошел на выход, а он был VIP-клиент. И, соответственно, организаторы ему сказали, Николай Петрович, Николай Петрович, вы куда убегаете, вам что, не понравилось выступление Гаримана? Он говорит, не, не, мне все понравилось. У меня получилась стоимость клиента на всю жизнь 4,3 миллиона долларов. Я пошел любить клиента, а вы сидите дальше, лузеры. Конечно, чем выше ваша стоимость клиента на всю жизнь, тем больше вы должны любить и ценить своего клиента. Я со сцены сейчас говорю, что мы самое клиент-ториентированное издательство в России. Мы, может быть, один из самых редких клиент-ториентированных бизнесов в России. И я это говорю со сцены, и вы можете попытаться меня чем-то, на каком-то несоответствии поймать. Но если вы меня ловите, мы очень хорошо исправляемся, и потом вы говорите, окей, вы еще и классно работаете с жалобами. Ну, не ошибается тот, кто ничего не делает. Но мы это делаем за тысячи евро. Сколько стоимость клиента на всю жизнь у вас? Если она у вас, предположим, получилась 300 тысяч евро, как было в компании Атлантем, то вы, соответственно, в 300 раз больше должны любить своих клиентов. Кто посчитал? А что остальные не считают? Посчитайте. Ну, если мы с вами сегодня слушаем, слушаем, давайте поделаем, поделаем. У кого не получается? Ну, признавайтесь, давайте, помогу, но только вслух. Есть желающие? Не хотите, как хотите. Хорошо. Какой у вас бизнес? Окей, хорошо. Смотрите, к вам приходит средний покупатель. Сколько лет он у вас еще будет покупать картины на заказ? Не, не, подожди, сколько лет он будет покупать? Ну, вот средний возраст покупателя, который к вам приходит. 35, до скольки люди живут? Нет, до скольки люди живут? Семейные? Да, больше живут, я знаю, да. До 70. Он, наверное, в 70 тоже сможет купить себе картину. Получается, он с вами будет 35 лет. Вы сказали, что он будет покупать каждые 5 лет картину. Стоимость, то есть, получается, первая цифра у нас 7. И средняя стоимость квартиры, ой, квартиры, картины, извините, оговорка по Фрейду, у меня просто один из бизнесов, манчеремных партнеров. Мы ровно через неделю к вам приезжаем, делаем тур для наших региональных клиентов, показываем тут ваши достопримечательности, объекты. Я сейчас просто переписывался с коллегами, и поэтому на автомате квартиры. Получается, сколько средняя стоимость вашей квартиры, у вас сумма есть. Вы перемножаете 7 на среднюю стоимость квартиры, и вот вам стоимость клиента на всю жизнь. Я обрискал квартиры. Это еще хорошо, что я… Знаете, есть такая веселая история, если ты профессиональный спикер, ты должен ее знать. Предположим, вы все сотрудники психолы, а я выступаю перед вами, говорю, у вас классная кока-кола, мы всей семьей пьем, нам очень нравится. И вы на меня такими недоуменными глазами смотрите, чтобы сбить вот это впечатление, что у тебя была оговорка, нужно тут же рассказать такую шутку. Ты вот сейчас сказал квартиру, ты говоришь, ну знаете, это как у психологов такая шутка есть, хотел сказать, дорогая, передай мне соль, а получилось, сука, ты мне всю жизнь испоганила. Все смеются, особенно женатые мужчины, и, соответственно, все сразу же все забывают. Поэтому, конечно, мы посчитали с вами среднюю стоимость клиента на всю жизнь, который покупает у вас картины, и у нас получается 7 умножить на стоимость картины. Все, точка. Следующая история – это борьба с оттоком. Это тоже достаточно интерактивное упражнение. Буквально неделю назад с одним из вип-клиентов сервиса Кросту мы делали это упражнение. Как оно работает? Предположим, вы жалуетесь на то, что от вас уходят клиенты. Я говорю, отлично. Смотрите, есть ведро. В это ведро мы наливаем постоянно новых клиентов, но с помощью системы лидогенерации, о которой я, в частности, говорил утром. Но у вас есть дырки, у вас есть проблемы, из-за которых клиенты от вас уходят. Вопрос – почему они от вас уходят? И вы должны мне честно назвать эти дырки. Но, если честно, раскачать компанию на честный ответ не всегда легко. Людям жмутся они, особенно в присутствии руководителя компании, не говорят про серьезные, про реальные проблемы бизнеса. Я говорю, ну, хорошо. Не хотите говорить вслух? Дайте я допущу. Ну, предположим, у вас высокие цены. Они кивают головой. Или, предположим, у вас плохой сервис. Или вы что-то клиентам обещаете, потом этого не делаете. И люди так на меня смотрят, как на человека, который мысли читает. На самом деле, это упражнение делал десятки раз с разными компаниями. Вот, наверное, самая честная компания, которая была в моей практике – компания Домру. В 2012 году я им решал в одном из городов проблему оттока клиентов. И там отток был за квартал 40%. То есть они заключали тысячу договоров, и 400 клиентов расторгали с ними договор. Представляете, какой был отток? То есть были огромные дырки в ведре. И, соответственно, я забрал команду топ-менеджеров и задал вопрос, почему от вас уходят клиенты? Вот их ответы. А потом ты просто включаешь мозг и начинаешь на каждую задачу, на каждую проблему искать затычку. Ну, как вы видите, реально на каждую проблему можно найти затычку. Мы, предположим, даже тогда, когда клиент уезжает из города Пермь, он расторгает договор на обслуживание интернетом и говорит, я уезжаю в другой город. Раньше мы говорили, ну, извините, до свидания. А сейчас есть два способа, с помощью которых мы могли бы удержать этого клиента. Поэтому еще раз никогда не говори никогда. Какие были результаты? За месяц работы мы сократили отток на 32% на треть, и в компании тут же появился отток-менеджер, то есть девушка, которая ездила по другим городам компании и решала эту проблему комплексно. Но что мы будем говорить про Домру? Давайте поговорим про вашу ситуацию. Попробуйте сейчас, это будет очень полезное упражнение. Вспомните 10 причин, почему клиенты от вас уходят. Ну, чтобы вам было веселее, тот, кто первый написал, тот показывает мне список, я на него смотрю, и из меня тогда электронный книга в подарок. Что, все святые? Ни от кого клиенты не уходят? Нужна подсказка? Что, 10 причин уже получилось? 10? Круто. Нет, 10 надо. Надо 10 причин. Вот вам подсказки. Ну, в частности, есть такая фраза, фидбэк. Мы не умеем работать с фидбэком. Фидбэк – это обратная связь от клиентов. Пока вы думаете, я вас развлекать буду. Фидбэк – это обратная связь от клиентов. Я написал некоторое время назад книжку, которая называется «Фидбэк. Как получить обратную связь от ваших клиентов». И я сразу же хочу сказать, что никогда клиенты не уходят от компании, которая хорошо слушает. Знаете, мы говорим, что он хороший друг, он умеет послушать, или это хорошая жена, она умеет выслушать. Поэтому мы должны быть такими хорошими компаниями, которые хорошо слушают своих клиентов. Тут возникает вопрос, что мы слушаем. Слушаем мы следующие вещи. Конечно, в большей степени мы должны сориентироваться на то, чтобы послушать критику. Потом нам очень важно слушать вопросы наших клиентов. Потом нам очень важно слушать благодарности наших клиентов. Потом нам очень важно слушать их идеи. Иногда мы от них можем получить лиды. Я просто хочу сейчас пошутить. Надеюсь, это будет удачно. Насколько важно слушать вопросы, которые задают вам клиенты. Пример. Поднимите просто руку, кто в аудитории женатый мужчина из Питера. Есть? Ну вот, предположим, вы сегодня возвращаетесь домой. Да, 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 вы возвращаетесь домой, и жена вам говорит, где ты был целый день. А вы молчите и ничего не отвечаете. Она подумает, что вы ничего не услышали. И она повторит свой вопрос. Ну, чуть с таким большим нажимом. Я тебя спрашиваю, где был целый день. А вы опять не отвечаете. Вопрос, через сколько секунд начнется скандал. Ну, любой женатый мужчина быстро узнает себя в этой ситуации. Мы понимаем, что да, если ты не ответил на вопрос жены, это невежливо. И тут же начинается непонимание. И начинается скандал. Поэтому то же самое происходит и в бизнесе. Мы не слушаем вопрос наших клиентов. И, соответственно, клиенты точно так же берут, разворачиваются и уходят к другим. Почему мы должны... Ну, кого мы должны слушать? Все на этом слайде. Зачем мы должны слушать на этом слайде? Но самое главное в книжке «Фидбэк» — это набор из 46 инструментов обратной связи, которые вам нужно для своей компании подобрать. То есть, грубо говоря, наверное, ну, может быть, какой-то новый инструмент получения обратной связи появился. Но там есть такой блок, новый высокотехнологичный инструмент получения обратной связи от клиентов. Я, наверное, пока эту картинку не расширю. То есть вот есть 46 каналов, 46 инструментов обратной связи, 9 каналов, 46 инструментов. В чем заключается работа? Вы должны просто понять, какой инструмент вы можете еще включить для того, чтобы лучше слушать своих клиентов. Все. Да что ж такое, все не на ту кнопку нажимаю. Просто у меня пульт необычный для меня. Продолжение. Вот ваша задача просто взять и выбрать, я вижу, выбрать те каналы, которые вам подходят больше всего. Резюмирую. Борьбу с оттоком вы должны понимать причины. Вы должны потом найти затычки. Но давайте сначала мы посмотрим реальные причины тех людей, которые листочки поднимают. Кто был первым? Ладис Ферст. Хорошо. Кто написал это? Вы? Ну да. Держите. О нет, это не то. Ключ от номера, где деньги лежали. Куда же положил визитную карточку? Держите. Вы мне пишите, с меня книжка. Соответственно, потом, когда вы нашли причины, вы должны найти затычки. Но, предположим, вы написали, что клиенты сворачивают бизнес. Это вот последнее, что я у вас увидел в списке. И вы думаете, это форс-мажор, я с этим справиться никак не могу. А нет. Тогда, когда клиенты сворачивают бизнес, вы упустили возможность, про которую я говорил вам утром. Вы не учили своих клиентов. То есть вы ничего не сделали для того, чтобы ваши клиенты процветали. По большому счету, мы достаточно такие близорукие. То есть мы занимаемся только своим собственным бизнесом. Но, по большому счету, мы в своем бизнесе должны заниматься тем, что мы должны заботиться об успехе своих клиентов, своих партнеров. Это особенно важно для рынка B2B. Но, соответственно, мы потом делаем планы, и мы действуем по этому плану. Еще раз, я больше чем уверен, что если вы поработаете по этому плану, у вас будут такие же классные результаты, как у Дом.ру. Следующая история – замыкание. Наверное, самая нудная, но зато самая высокотехнологичная история, когда мы говорим про удержание клиентов. Есть так называемые барьеры удержания клиентов. Даже есть книжка, которая называется «Возьми клиента в заложники». Но поскольку я знаю, что никто ничего не читает, краткое содержание книги. Есть шесть направлений, с помощью которых вы можете замкнуть, реально физически замкнуть своих клиентов на свою компанию. Через финансы, через юридические условия, через человеческий фактор, через маркетинг, через производство или через продукт. По большому счету, опять же, потребуется определенный мозговый штурм, с помощью которого вы подберете те инструменты, с помощью которых вам проще всего замкнуть своих клиентов на себя или бизнес-партнеров. Следующая история – лояльность. А вот здесь возникает очень интересный вопрос. Каким образом я могу сделать своих клиентов лояльных по отношению к себе? Ну, понятно, что помимо классного продукта, правильной работы, четких бизнес-процессов, нужно обратить внимание на следующие чисто маркетинговые штучки. Мы должны больше общаться с нашими клиентами. Мы должны создавать какие-то содружества, онлайн, офлайн, клубы. Мы должны покупать лояльность за деньги. Мы должны, если можем, выпускать карты или мобильные приложения. Мы должны проводить акции, делать классный сервис, проводить опросы и учить своих клиентов. Некоторые вещи, как вы видите, повторяются. И следующий этап – это, собственно, клиент-ориентированность. Клиент-ориентированность – это, я прошу прощения за то, что здесь, нет, вообще не поползло. Здесь ползет, здесь нет, здесь все очень четко. Клиент-ориентированность – это четыре штуки, которые вы должны сложить так, чтобы вот как пазл сложился. Клиент-ориентированность для меня – это тогда, когда вы складываете клиент-ориентированный продукт, клиент-ориентированную идеологию, клиент-ориентированных бизнес-процессов и клиент-ориентированных сотрудников. То есть, по большому счету, в клиент-ориентированной компании четыре вещи клиент-ориентированные. Начинается все с идеологии, заканчивается все с сотрудниками, а посередине лежат бизнес-процессы и продукты. Если компания оказывает услуги, то, соответственно, бизнес-процессы с услугами объединяются. Я очень люблю тему клиент-ориентированности. Я думаю, что я могу смело себя назвать со сцены номером один в российской клиент-ориентированности. Я знаю, что очень многие люди занимаются сервисом. То есть, когда мы говорим про ресторан или про гостиницу, это, как правило, вопросы сервиса. Но я занимаюсь, кстати, это очень полезная штука, оказалось, заниматься клиент-ориентированностью. Я захожу в ресторан, и когда мне пытаются дать плохой столик, я говорю, я вообще тут почти как тайный покупатель, почти. Вы меня лучше хорошо посадите. Тебя всегда сажают за самый лучший столик, дают тебе самого лучшего официанта. Мне, в принципе, нравится заниматься этой темой. Я написал книгу, это самая дорогая книга по маркетингу в России. Я знаю, что есть самая дорогая книга, это Азимов написал, она стоит 1000 евро по продажам. Моя чуть дешевле, моя стоит 49 тысяч рублей, примерно 600 евро стоит книга. И мне сразу же понятно по продажам этой книги, насколько людям интересна тема клиент-ориентированности. Вот сегодня купили 18-ю книгу, и это за два года. Но это так, я просто еще раз хочу сказать, что если вдруг вам захочется стать клиент-ориентированным, в это надо инвестировать, но я обещаю, вот руку поднялся сцены, 15 дней, видите, зарубки, и вы сделаете свою компанию клиент-ориентированной. Но если вы будете тормозить, работать медленно, конечно, у вас уйдет чуть больше времени. Я понимаю, что вы сейчас смотрите на меня и говорите, блин, так легко было в первой части, он говорил про какие-то совершенно простые прикладные вещи, и он ушел в какие-то, не знаю, инструментальные сложные вещи, как я все это буду делать. У нас все в стране любят какие-то простые пилюли, волшебные таблетки, она есть. Эта пилюля называется «точки контакта». Вот если вы хотите сделать свою компанию клиент-ориентированной, влюбить в себя клиентов, сделать так, чтобы они не уходили, вы можете сделать одну единственную вещь – не заниматься борьбой с оттоком, не заниматься программой замыкания, не заниматься программой лояльности, не заниматься клиент-ориентированностью, не считать стоимость клиента на всю жизнь, а сделать одну единственную вещь – заняться точками контакта. Есть книга, если вдруг вам не хватит сейчас того, что я вам рассказал. Я еще говорю, что книгу я сейчас не советую вам покупать. вы должны сейчас уловить, как работать с точками контакта. Что такое точки контакта? Это те моменты, когда клиент соприкасается с вами или вы соприкасаетесь с клиентами. То есть тут неважно, кто кого трогает, места, моменты, ситуация, интерфейсы, соприкосновение компании с клиентами и клиентов с компанией. Грубо говоря, я сейчас ухожу в упрощение материала «да нельзя», это любовь с первого взгляда. Это просто тогда, когда мы смотрим на девушку и понимаем, все, это мое. Есть такая циничная шутка. Я полюбил ее со второго взгляда, с первого взгляда я не знал, что у нее папа миллиардер. Но в бизнесе так не бывает. То есть нет любви с первого взгляда и все. Я вот прямо рассказываю про точки контакта, я говорю, вот есть девушка, она утром в воскресенье встает, у нее вечером свидание, она смотрит на себя заспанную, помятую в зеркале, она становится у зеркала, она берет косметичку, она несколько десятков минут и, может быть, час проводит у зеркала, накладывает финальные штрихи макияжа, одевает красивое белье, красивые аксессуары, красивое платье, там вертится у зеркала и говорит, вот красавица, кому-то сегодня, возможно, повезет. И мне, вот я был в одном из городов, мне прислали вот такую интересную подборку картинок. Есть такая известная бьюти-блогер Гуар Аветисян, посмотрите, что она делает с девушками. Это было и стало, одна и та же самая девушка. Все просто целительные силы макияжа. Мораль. Вы ровно то же самое можете сделать с помощью точек контакта. Еще раз, для нас точки контакта – это моменты истины, это те моменты, в которых клиент соприкасается с нами, для себя решает, работать с ними или нет, покупать, не покупать, продолжить общение или нет. Вы мне даете свою визитную карточку, я про себя думаю, фу, какой отстой, я не буду с вами работать. Вы мне посылаете коммерческое приложение, я его не могу понять с первого раза, я его не читаю. Вы мне присылаете прайс-лист, он слишком мелким шрифтом, но печатан, я тоже не могу его воспринять. Я его просто выбрасываю в мусорную корзину или, ну, стираю в мусорную корзину. Вот примерный там список точек контакта ключевых, которые могут быть у той или иной деловой компании. Но главное – не количество. Главное, чтобы мы с вами понимали, какие у нас точки контакта. Точки контакта бывают трех категорий. Они бывают положительные, отрицательные и нейтральные. Положительные точки контакта – это, предположим, продукция Apple. У них все очень положительно. То есть реально просто все очень круто, все нравится, все вызывает какой-то чинячий восторг. Это прям здорово. Есть нейтральные точки контакта. Ну, предположим, когда ты идешь по какой-нибудь улице в Азии, ты реально ничего разобрать не можешь. Ну, все как у всех. Ну, на Азию там можно пенять, но у нас у самих тоже идешь по городу, и тоже разницы нет никакой. Тут никакой разницы. Газету открыл, тут никакой разницы. Поэтому вот то, что я говорил, отличайся или умри, ну, это вот очень важная история. Отрицательные точки контакта. Ну, что я могу сказать? В какой стране мы живем? От Калининграда до Южно-Сахалинска у нас все сплошные, плохие точки контакта. Ну, вот хотя бы такая. То есть вот тогда, когда дизайнер начинает что-то дизайнерить, наверное, восточное веяние, востоковед, любитель востока, но не читают наши люди сверху вниз. Ну, не японцы мы. Общие правила работы с точками контакта очень просты. Вы должны видеть все точки контакта своего бизнеса. Второе. Вы не должны залить себя при оценке и потом и в работе. Потом вы должны поползнуть цифры. Вы должны бороться с отрицательными точками контакта и, ну, вот не мириться с нейтральными. У вас должно быть все больше и больше положительных точек контакта. В общем, ответ на вопрос, как работать с точками контакта, сейчас уложится в следующий простой алгоритм. Первое. Вы должны зафиксировать все свои точки контакта. Ну, вы можете сфотографировать эту картинку. В ней действительно очень хороший блок-схема. Карта ментальная, в которой я собрал все ключевые точки контакта любой коммерческой компании. Офис, продукция, сотрудники, бизнес-процессы, технологии, материалы, коммуникация. Кстати, есть тут, есть, сидят ребята, которые продают в основном все онлайн. У меня есть книжка, которая называется «Онлайн точки контакта». Понятно, что там, конечно, немножко по-другому мы подходим к классификации точек контакта. Второе. Мы должны оценить каждую точку контакта, которую мы нашли. Мы говорим «вау», мы говорим «нормально» или мы говорим «отстой». Ну, «отстой» – это просто очень плохая точка контакта, либо у нас ее нет. Нейтральная или нормальная точка контакта – это та, с которой мы можем там типа смириться. И «вау» – это точка контакта, на которую нас восхищает, клиент восхищает, всех восхищает. И вот, собственно, финал, что нужно сделать для того, чтобы ваши точки контакта были клевыми. Одна единственная таблица. Поверьте мне, если вы поработаете с ней хотя бы там несколько месяцев, вы просто совершенно по-другому будете выглядеть в глазах ваших клиентов. Помните девушку бьюти, девушек, с которыми работал бьюти-блогер? Ровно так же самое, ужасно, я понимаю, что, может сказать, естественно выглядит ваше, естественное безобразие вашего бизнеса, будет слегка замаскировано, и вы превратитесь вот в таких красавиц. То есть гадкий утенок становится прекрасным лебедем. Еще раз, сделайте это. Ну, хотя опять у нас есть время, давайте это сделаем прямо сейчас. Давайте, вспомните свои 10 точек контакта и сделайте оценку. А потом уже просто будет вам, ну, додумать сегодня вечером, ответ на вопрос, что мне нужно сделать, чтобы точки контакта были лучше. Записывайте. 10 точек контакта вашего бизнеса. Я сразу хочу сказать, тот, кто не делает это упражнение, тот либо уже это сделал, я очень надеюсь, либо, конечно, вот последнюю возможность лучше свой бизнес упускает. проще нет ничего, поверьте мне, кандидату экономических наук, защитивших кандидатскую диссертацию именно по маркетингу и автору 20 книг. Когда меня спрашивают, есть ли какая-нибудь волшебная пилюля в бизнесе, я говорю, есть точки контакта. Вот, конечно, девушка, которая рисует картины, у нее некое затруднение, потому что вспомнить точки контакта для своего бизнеса крайне тяжело. Но давайте я вам помогу. Ну, во-первых, это сайт, я надеюсь, что он у вас есть. Во-вторых, это ваши социальные сети. В-третьих, это ваши картины. То есть, по большому счету, вы должны осознавать, что каждую картину вы либо рисуете в своем уникальном фирменном стиле, либо ее каким-то образом брендируете. Каждая ваша точка контакта, каждая ваша картина это точка контакта. Дальше, вы должны помнить про то, что, наверное, у вас есть каталог, то есть, когда у вас большой набор работ, которые вы уже нарисовали, рисовали, они не продаются, вы можете сделать онлайн или физический оффлайн каталог. Ваша визитная карточка, ну, я думаю, что она должна быть у вас обязательно. Вы сами, вот я думаю, вам 100% нужно прочитать книжку номер один, чтобы вы просто очень воспринимались как, ну, аутентично. То есть, я смотрю на вас и понимаю, что вы реальный художник, у вас должны быть какие-то элементы художника, возможно. Ну, вот, собственно, то, что я вспомнил. Но это мало, но чтобы вы понимали, есть бизнесы, ну, по-моему, недавно мы работали с Европейским медицинским центром, и для них мы насчитали 180 точек контакта. Поэтому середина где-то посередке. Мы нашли для вас 7, у Европейского медицинского центра их 180, вы где-то посередке. Уже кто-нибудь 10 собрал? Молодцы. Хорошо. Вот сейчас самое такое важное снять очки розовые и поставить себе оценки. Оценки, еще раз напоминаю, вау, нормально, отстой. Вот отстой, это то, что у вас либо отсутствует, либо сделано очень плохо. Сайт отстой, визитная карточка отстой, коммерческое предложение отстой. Вот я честно могу сказать, неоднократно в моей памяти были истории, когда ко мне приходили клиенты и говорили, вот наши точки контакта, они все отстой, помогите нам сделать все вау. И вот это прекрасное упражнение, когда ты отстой превращаешь в вау. Коммерческое предложение, прайс-лист, рекламные материалы, сайт, офис, все что угодно можно из отстой перевести в вау. Гораздо сложнее переводить из нормального вау. Вот это уже более сложная задача. Некий материал-бонус. Он имеет 100% отношение к тому, о чем мы говорим, к удержанию ваших клиентов. Мы знаем, есть такое волшебное слово в бизнесе, называется прибыль. Все его знают. Прибыль – это разница между доходами и расходами. Есть еще одно волшебное слово, называется НПС. Кто знает, что такое НПС? Несколько рук. Хорошо, смотрите, почему оно волшебное? Уже давным-давно научно доказано и просто есть масса подтверждений этому. Если у вас высокий НПС, у вас будет высоким прибыль. Я вас заинтриговал и сейчас хочу вам рассказать, что такое НПС. Опять же, есть книжка, но вы можете ее прочитать, но поскольку опять никто ничего не читает, не нужно вам ее рассказать. НПС – это такой индекс расчета лояльности ваших покупателей, ваших клиентов, основанный на том, что вы делите своих покупателей на три группы по степени доверия к вашему бренду. Есть клиенты, которых можно назвать промоутерами или фанатами. Это клиенты, которые довольны всем всегда и которые всегда вас будут рекомендовать другим. Есть клиенты нейтралы. Это клиенты, которые, может быть, вас порекомендуют, может быть, нет. Есть клиенты-дистракторы или критики. Это клиенты, которые вас никогда рекомендовать не будут и более того, они будут других людей отговаривать покупать что-то у вас. Как понять, кто есть кто? Мы должны задать вашим клиентам несколько вопросов. Первый вопрос – это скажите, пожалуйста, по шкале от 0 до 10, какова вероятность, что вы будете рекомендовать нашу компанию своим друзьям. Предположим, на выходе сейчас сотрудники компании Bitrix24 будут нас спрашивать. Скажите, пожалуйста, вам конференция понравилась? Мы будем говорить, ну да. Насколько вы будете готовы рекомендовать принять своим друзьям, знакомым в следующие конференции? И вот сейчас мы увидим вашу клиентскую лояльность. Если вы скажете 9 и 10, вы промоутеры, вы всем всегда будете конференцию рекомендовать. 7 и 8 – нейтралы, вы не определились, а вот 6 и ниже – вы дистракторы. Это первый вопрос. Второй вопрос, который мы задаем – скажите, пожалуйста, почему вы нам поставили такую оценку? Ну, если, предположим, вы поставили 9, вы объясняете, что вам все понравилось, вам прям вообще все понравилось, все было здорово. Если вы поставили 2, вы говорите, ну вот не было кофе, там не разносили алкоголь, девушки были слишком одеты, я люблю, когда девушки в купальниках ходят, вот тогда мероприятию удалось. Ну, то есть, ну, может быть, у вас очень высокие требования, там высокая планка. Поэтому еще раз, мы слушаем то, что нам говорят клиенты, мы понимаем, что мы должны фильтровать базар. Есть классные идеи, есть дурацкие идеи. Ну, и есть еще третий вопрос. Он волшебный, мне он очень нравится. Это тогда, когда вы опрашиваете своих клиентов, вы можете задать им вопрос, что мы можем сделать, что при следующем опросе нам поставили 11. То есть, тогда, когда люди ответили 10. Или если человек ответил на вопрос и сказал 5, что мы можем сделать, чтобы в следующем опросе нам поставили 10. Таким образом, мы вытягиваем из них еще кусок полезной информации. Как считать индекс НПС? Мы просто не учитывая нейтралов, из промоутеров 9 и 10 вычитаем критиков, те, которые сказали 7 и ниже. 6 и ниже. 6 и ниже. Ну, соответственно, что же такое, простите. Соответственно, у меня нет данных по России. Это достаточно закрытая информация. Компания считает, но про это обычно не рассказывает. У меня есть вот такая интересная таблица американская. Посмотрите, пожалуйста. В среднем отрасль американская и лидеры, работающие на рынках. Понятно, что это очень прибыльные компании. Но обратите внимание, какой отрыв в среднем от отрасли. Но у компании Apple, предположим, которой здесь нет, у нее индекс клиентской лояльности 73%. Я акционерознательства Манованов и Фербер. Я смотрю на месячные отчеты, которые мне присылают в январе. Как у нас там доходы? В феврале, в марте, в апреле, в мае, в июне. А в июле, в июле, в августе, в сентябре. Дальше я уже не смотрю на отчет по прибылям и убыткам. Вы знаете почему? Потому что в июне мы проводим опрос НПС. Помните, я вам сказал, высокий НПС, высокая прибыль. Я знаю, что если у нас высокий НПС, ну, предложим, помните, вот у Apple 73%, у меня 87%. В этом году он был 92%. Точно знаю, что у нас будет очень хорошая прибыль. Можно даже в гадалки не ходить. Поэтому, по большому счету, я не хочу, чтобы вы поступали так, как я. Я могу себе это позволить. Вы, наверное, нет. Как человек, который занимается оперативным управлением бизнесом, но вы должны четко понимать, высокий НПС – гарантия высоких прибылей. Ну, я это уже вижу на себе. Ну, и, соответственно, я попытаюсь резюмировать то, что я вам рассказывал. По большому счету, есть несколько способов, с помощью которых вы можете удержать своих клиентов. Их действительно только пять. Вы можете посчитать стоимость клиента на всю жизнь. Мы это сделали. Кстати, я забыл сказать одну очень важную вещь. Когда вы посчитали стоимость клиента на всю жизнь, мы должны ее обязательно визуализировать. Ну, как можно визуализировать стоимость клиента на всю жизнь, чтобы ваши сотрудники про это знали. Мы сделали табличку при входе в офис. Я знаю одну компанию, которая сделала коврик. И, кажется, сотрудник, который заходит в офис, он вытирает ноги от суммы на целые два десятых миллиона долларов. У одного, я не буду называть эту компанию, где-то год назад я работал с одной крупной производственной группой российской, и у них стоимость среднего клиента на всю жизнь получилось 8 миллионов долларов. 8 миллионов долларов. Что они придумали? Я думаю, что это можно, кстати, на Битрикс просто по умолчанию реализовать. Каждый раз, когда клиент открывал карточку клиента на всю жизнь, извините, карточку клиента, возникала такая заставка, которая показывала 8,5 миллиона долларов. И, соответственно, когда ты офигевшись с моим эту сумму, ты понимал, что любая транзакция с клиентом – это либо потеря 8,5 миллионов долларов, либо продолжение истории, что ты получаешь эти деньги. Очень показательные. Я был на одном летнем тимбилдинге одной компании, где выступал как мотивационный спикер, и руководитель компании после моего выступления о том, что очень важно любить клиентов, раздал каждому сотруднику временную татуировку, они перевели ее на предплечье, по-моему, там была 800 тысяч евро сумма. То есть каждому сотруднику сделали такую переводную татуировку, и начальник шутил, что если они не будут любить клиентов, он сделает постоянную. Поэтому еще раз, вбивать в голову сотрудника мысль о том, что они должны любить клиентов, нужно обязательно просто посчитать этого мало. Второе. Вы должны научиться борьбой с оттоком. Еще раз я вам напоминаю, что с ведром вы должны обязательно допилить это упражнение. Знаете, как прекрасно осознавать, что ты просто решил проблему? Ну, давайте возьмем любую проблему. Дорого. Поднимите руку, у кого дорого, и поэтому клиент уходит. Смотрите, ну, я вам сейчас просто подсказки дам. Первое, что вы можете сделать тогда, когда клиент у вас уходит по причине дорого. Это опустить цены. Но это последнее, что вы должны сделать. Дальше. Вы должны объяснить своим клиентам, почему вы продаете это дорого. Когда мне присылает райдер, говорит Игорь, пожалуйста, мы хотим вас пригласить как спикер. Мой райдер прямо начинает со слов, что я очень дорогой, но очень хороший спикер. Я потом объясняю, почему я хороший. Третья причина. Третий способ, с помощью которого вы можете бороться против этого оттока. Вы успеваете, да? То есть объяснить, почему дорого. Поднять ценности. То есть, по большому счету, вы можете предложить большое количество дополнительных, ничего не стоящих, или мало стоящих для вас услуг, или продуктов, которые повышают ценность вашего предложения. Четвертая история. Вы можете сделать так называемое каскадное ценообразование. Но, предположим, предложить цены, которые вот от... Ну, предположим, я работаю с рынком недвижимости. Квартира стоит полтора миллиона, но можно увидеть квартиру от 950 тысяч рублей. Ну, в некоторых городах. И, соответственно, когда ты начинаешь интересоваться, почему 950 тысяч, ты понимаешь, что нужно купить весь этаж, или, по-моему, весь, там, не знаю, подъезд, предоплата за год и оплата наличными. Ну, тогда ты можешь получить такую стоимость. Это вот как раз каскадное ценообразование. Ну, и последняя история, которая всплывает на моей голове, это научить сотрудников работать с возражениями. Потому что, когда часто ваши клиенты говорят, ой, дорого, дайте скидку, ваши клиенты просто тупо дают скидку. Или они просто тупо говорят, нет, скидки не будет, и клиенты теряют. А вот работать с возражениями по цене у людей не получается. Кстати, если вы хотите научиться работать с возражениями по цене, напишите книжку, есть очень классная школа продаж. Александр Деревицкий. Дальше. Есть программа замыкания. Сложная технологичная штука. Замкнуть клиента вы можете на себя с помощью шести различных блоков. Можно сделать клиентов лояльными по отношению к вам. Тут нечего говорить. Все умещается в 9 пунктов. Ну, и последнее. Можно сделать компанию клиент-ориентированной, но не имеет смысла. Вот это очень важная мысль. Я очень хочу, чтобы вы сейчас на меня посмотрели и это поняли. Не имеет смысла становиться клиент-ориентированными до тех пор, пока вы не отработали предыдущие вещи. То есть сначала займитесь тем, что я рассказывал. Это попроще. А потом можно начинать делать свою компанию клиент-ориентированной. Американские специалисты по клиент-ориентированности утверждают, что чтобы сделать компанию клиент-ориентированной, нужно от 2 до 5 лет. От 2 до 5 лет. Это много. Ну и, соответственно, если вы вдруг не удержали ваш клиентов, то вы можете сделать всегда следующую историю. Но вы знаете такую картину возвращения блудного сына. Мы можем клиентов вернуть. Вот это реально классная история, понимать про то, что у тебя всегда есть возможность последняя, когда клиент у тебя выпрыгнул, пойти его поднять и затащить в офис. Я написал книжку. Надо очень прочистить горло и правильно произнести название. Возвращенцы. А то всякая чудица. Я эту знаю историю не понаслышке. Много-много лет назад я работал коммерческим директором в одной из компаний. И у меня был очень интересный испытательный срок. Мне сказали, что мне дали 2 месяца, и за 2 месяца я должен был увеличить продажу на 5%. Многое я делал, чтобы увеличить продажу, но у меня не получалось увеличить продажу на 5%. Я уже прям остается несколько недель, плохо ночью сплю. Как говорил Черчилль, ничто не просняет твою голову так, как мысль о том, что утром тебя расстреляют. И, соответственно, у меня в одной из ночей пришла такая классная мысль. Я подумал, а почему бы мне не вернуть клиентов, которых потерял мой предшественник? Я стал поднимать старые амбарные книги. Тогда не было Битрикс-24. Я поднял старые амбарные книги и, соответственно, нашел следующую историю, что у нас был клиент, который давал нам примерно 5% от оборота, женщина. И мы ее потеряли. Я стал узнавать, почему. Выяснилось. Ее вел молодой менеджер, она была взрослая женщина. И он ей нахамил. И она ему сказала, молодой человек, вы так со мной не разговариваете, я вам в матери гожусь. И он, вот этот молодой парень, ей ничего лучше не придумал, как сказать, а мне такие мамы не нужны. И женщину, ну, заклинило. Она просто хлопнула дверь и ушла. Ее попытались вернуть, не получилось. На всякий случай уволили менеджера, но все равно ничего не помогло. Ну, и, соответственно, потом ушел коммерческий директор, и мне нужно, собственно, чудо сделать и вернуть эту клиентку. Что ты делаешь, когда ты накосячил перед девушкой или перед женщиной? Ты идешь и покупаешь большой букет цветов. Я пошел, купил огромный букет тюльпанов, он еле помещался под мышку. Приехал к ней на встречу, договорившись предварительно, и говорю, Наталья Петровна, здрасте, я Игорь Манн, новый коммерческий директор компании «Фавор». Я буду вас везти теперь, я новую метла, я буду везти по-новому. Пожалуйста, вернитесь к нам. Простите, я знаю, что вот нахамили вам. Простите, пожалуйста, вернитесь к нам. И женщина, глядя мне в глаза, посмотрела и сказала, нет. Причем сделала садизмом, таким она сказала. Я сказала, Наталья Петровна, ну дайте шанс, я вот сейчас себе машину купил, новую Шкоду Фелиции, если что, я вас буду на работу, с работы возить на машине. Два месяца, ну вернитесь, пожалуйста, она сказала. Я сказала, нет. Мне ничего не оставалось, я посмотрела на меня глазами кота из мультика «Шрек», чуть ли слезу не пустила, сказала, Наталья Петровна, ну пожалуйста, ну дайте второй шанс. Она сказала, Игорь, я сказала, нет, но голос дрогнул. Я тогда встал на колено, цветы еще в руках, протянул ей букет, сказала, Наталья Петровна, ну пожалуйста, она сказала, нет. А что мне оставалось делать? Я встал на второе колено и сказал, ну пожалуйста, мне кажется, ни одна женщина, мужчине, которая на двух коленях стоит перед ней с букетом цветов, нет сказать не может, особенно тогда глазки вот такие. Она сказала, ну хорошо. И все, мы ее вернули. Поэтому я, ну, это непросто. То есть попробуйте встать на колено. Ну, во-первых, у вас в определенном возрасте начинается отрит, и потом очень тяжело встать с колена, а с двух еще сложнее. И потом, когда ты перед женщиной, незнакомой на коленях, это немножко нелегко, это на самом деле. В общем, я понял, что, конечно, не все будут стоять на коленях, поэтому я попытался создать определенные правила, по которым нужно наработать. Ну вот эти правила. И вот компании часто их нарушают. Но, предположим, мы понимаем, что мы не должны клиенту дать привыкнуть к нашему конкуренту. То есть вот чем меньше срок, когда клиент от вас ушел к другому, тем лучше. Потому что когда он вписывается в бизнес-процесс, у вас срок конкурента, но уже, по большому счету, вам его выдернуть оттуда будет крайне тяжело. Поэтому выдергивайте его сразу. То есть он ушел, вы его тут же возвращаете. Второе правило, которое я прокомментирую, вы должны помнить про то, что есть хороший полицейский и плохой полицейский. Менеджер, который потерял вашего клиента, теперь плохой. Поэтому должен пойти возвращать этого клиента другой менеджер, который хороший полицейский. Он даже может немножко своего коллегу, друга, приятеля поругать. Но если пойдет тот же самый, вот ему просто точно скажут, иди отсюда, проваливай. И, конечно, самое интересное, посмотреть на инструменты. Я сразу же хочу сказать, что инструменты в основном практически безбюджетные. Вы можете взять и позвонить клиенту. Вы можете попроситься к нему навстречу. Вы можете сейчас пойти, купить какую-нибудь книгу. Я ее подпишу вашему клиенту. Я вот сейчас у себя в Твиттере написал, что ребята вот сейчас купили книгу возвращенцы, написали письма своим клиентам, и у них конверсия была 10 писем, 6 возвращенных клиентов. Это очень сильная конверсия. Можно что-то нужно, что-то пообещать. Ну, потому что просто сказать, вернитесь к нам и сделать какого-то предложения, от которого нельзя отказаться, наверное, это глупо. Самое главное это сделать. Я хочу вам рассказать историю. Несколько месяцев назад я проводил тренинг в Казани, и он был такой интерактивный, очень многие вещи мы делали. Я работал с вип-клиентами, которые сидели на первом ряду. И вот я говорю, ну, у вас задание сейчас вернуть клиента. У вас есть 5 минут. Давайте, выходите в коридор, звоните, пишите сейчас письма на смартфонах, договаривайтесь о том, что вот вы вернете какого-то клиента важного для вас. На первом ряду сидит человек, и он прямо в такой закрытой позе. Я говорю, Николай, будем возвращать или нет? Он говорит, не будем. Я говорю, ну, сколько у вас тут стоимость клиента на всю жизнь? Он говорит, 2,5 миллиона долларов, не будем возвращать точно? Не будем. Я говорю, ну, почему, в чем такая обидка? Да он говорит, у нас есть там книжка «Не работайте с мандаками». Он говорит, да он нехороший человек. Я говорю, ну, 2,5 миллиона, нехороший человек, может быть, мы переступим через себя и попробуем его вернуть, тем более сейчас тренинг, мы тренируемся. Он говорит, я не буду ему звонить. Я говорю, хорошо, давайте я ему позвоню. У человека прямо лицо просветлело. Он меня знает? Я спрашиваю у Николая. Он говорит, да, он вас знает, он ваши книжки читает. Я говорю, ну, отлично, давайте телефон, набирайте его. Равиль. Я вот с микрофоном говорю, Равиль, Николай, привет. Я говорю, Равиль, извините, это не Николай, это Игорь Манн. Мы сейчас тренинг проводим. Николай голос потерял, и у нас сейчас такое упражнение, нужно вернуть клиента. А он говорить не может вообще. И он мне это делегировал. Он просит, чтобы вы его простили, и, соответственно, хочет с вами встретиться в четверг или в пятницу, когда вам удобнее, и хочет принести свои искренние извинения и начать работать снова с вами. И он прям по громко-голом к связи говорит, да я его, в принципе, уже простил. Пусть в пятницу приходит, чьё попьём, поговорим. Я так говорю, спасибо большое, он у вас в пятницу будет, я ему всё передам. Выключаю кнопку, отбой, передаю трубку Николаю. Я говорю, ну всё, Николай, вот вам 2,5 миллиона долларов, забирайте. Сидит такой офигевший клиент, весь зал, примерно 100 человек, сидит, смотрит на меня, и потом все закричали, а мне позвоните. Я не буду вам звонить. Это ваши косяки, это ваши проблемы, это ваши факапы, поэтому это должны делать вы сами. Не хотите звонить, вы интроверт, как я, и вам очень тяжело общаться с другими людьми, сделайте письма. Одна из историй, я писал про неё в книжке «Возвращенцы», у нас, по-моему, она здесь сейчас не продаётся. Это история про то, что примерно, цифры такие, я одному клиенту, он потерял за год 48 клиентов, и нам нужно было их вернуть. Мы 48 писем написали разным клиентам, письмо было именное, с упоминанием причин, почему их потеряли, с предложением, от которого нельзя было отказаться. И, собственно, результаты были такие. 48 писем написали от руки, не шариковой чернильной ручкой, и я потом на каждое письмо капнул несколько раз пипеткой, типа мы плакали, слёзы от отчаяния. Результаты. Из 48 клиентов, которые получили это письмо, 100%, 48 клиентов позвонили, написали, сказали, ребята, это было круто, это вы нас тронули. И больше половины, значит, 28 клиентов вернулись с пробными заказами. То есть это очень хороший результат. Ну, собственно, мы с вами выходим на финишную прямую. И опять же хочу сказать, что начинать нужно с себя. А вот по большому счёту, что привлечение, что удержание клиентов, по большому счёту, это ваша задача, если это не будете делать вы, как руководители, как специалист, отвечающий за маркетинг, ничего не произойдёт. Меня попросили поделиться ключевой идеей, и вот это ключевая идея. Первое. Влюбите своих сотрудников в своих клиентов. Для этого вы можете использовать один-единственный инструмент, но вы должны его отработать до конца, стоимость клиента на всю жизнь. Мало посчитать, важно объяснить, и важно довести это до каждого сотрудника. Следующее. Влюбите ваших клиентов в вашу компанию. Идите от простого к сложному. Сначала займитесь программой замыкания. Это самая простая штука – ведро. Потом попробуйте поработать с программой лояльности, потом с программой замыкания, и потом, если захотите, можете уже начинать заниматься программой клиент-ориентированности. Ну, и ещё одна ключевая идея. Если вдруг вы не удержали своих клиентов, то вы всегда их можете вернуть. Ну, и самая важная мысль, которую я до вас хочу донести – пожалуйста, удерживайте ваших клиентов правильно. А если не смогли, вы всегда сможете их правильно вернуть. Всё. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ